Аяне я узнал случайно, не случайно, как я теперь говорю. Я искал себя, искал очень долго, и была какая-то непонятная жизнь. Какой-то день сурка, какое-то неудовлетворение по происходящему. Я стал искать информацию, или что-то через меня стало искать самого себя. И так получилось, что это что-то приводило мне разных учителей, мастеров, книги, каналы. Информация сыплась отовсюду. И однажды я вот так включил интернет, ВКонтакте. Там очень много двух таких ищущих людей. Ну и, видимо, вот эта моя суть подсунула мне этот канал с Яной, который я развернул. Вышел сразу на изнанку просветления. Я думаю, как и любого ищущего, слово просветление, оно однажды настигает. Я стал чувствовать, читая и слушая подкасты Яны, в ее голосе родную тоску какую-то. Я не могу это объяснить, слово. Я чувствую, что этот человек говорит настоящее. То, что не натянуто никак, не концептуализировано никак. Это не мед какой-то, не какая-то волшебная мистика, которой полон интернет. И слушая Яну, я вот, ну, как будто говорил с родным человеком. Что-то очень близкое, что-то очень мое. Это мне очень родное. Ну и о тягах прям я иногда себе даже запрещал включать. Потому что мне казалось, что я как-то зависимый стал. Такая привязанность появилась к каналу. Слушая Яну, я, например, в какой-то момент очень склонил. Это не физическое даже ощущение какое-то, очень тонкое. Что Яна, это я. И что я говорю сам собой. Такой необычный был эффект. Я был изумлен. И у меня вообще стали возникать вот такие инсайты, что когда я общаюсь с людьми, то я вдруг начинаю в них слышать, что это я через них сам собой разговаривал. И иногда даже возникают такие феномены. Когда я в человеке прям вижу самого себя. Несомненно, что очень ценно. В информации, которую давала Яна, она направила внимание мое. Потому что у меня профессия связана с очень высокой концентрацией внимания. Я много лет занимаюсь ювелирными изделиями. И мое внимание приучено концентрироваться на внешних объектах. Я могу много часов находиться в каких-то внешних структурах, не отвлекаясь ни на что. И получается, я как внимание очень натренирован. Но развернуть его вглубь самого себя и ощутить самого себя я никогда не пробовал. Я даже не знал, что это возможно. И вот именно слушая Яну, я и почувствовал этот поток. То есть практика Яны мне позволила развернуться внутрь, а не пребывать все время где-то снаружи. Яна, несомненно, уникальный человек. Это однозначно. Это факт. С точки зрения водительства я не слышал такого термина. В чем отличие? Много воды у мастеров. Очень много воды. Очень много терминологии. Очень много каких-то отступлений. И человек должен быть просто невероятно начитан, ориентироваться в каких-то индийских, восточных или других практиках. Куча информации должно быть уже в человеке зашито, чтобы как-то понимать хотя бы терминологически, хотя бы на уровне речи. И априори преподносится мастер как такое некое высшее существо, что даже если это просто монах, какое-то преклонение. И это немножко, я бы сказал, многих или большинство даже задавливает как-то. С Яной происходит по-другому контакт. Она просто искренне общается, очень открыто и очень простой язык. Очень легкий язык. Я вот говорил, что общаешься с близким человеком, и информация легко заходит. То есть направляет по практике, как, знаете, вот инструктор автовождения. Мне очень понравилось, потому что практиковать легко. Яна действительно подводит, легко и просто, на доступных примерах, подводит самого себя к самому себе. Для меня Яна воспринимается как человек с открытым сердцем и вообще очень открытый человек. Человек, который познал свою суть, она воспринимается как человек очень наполненный. Она воспринимается как человек очень энергичный такой, искренний, открытый, душевный. Ну, как родственник воспринимается, мне очень легко общаться, очень мудрый человек. То есть я чувствую, что путь, конечно, гигантский, через Яну осуществился. Стать проводником – это, конечно, очень большое дело. И поэтому я благодарен самому себе, что встретил Яну. Мне не нужно следовать каким-то древним концепциям, заумным фразам. И вот эта простота донесения информации и очень простые слова Яны, в ней действительно чувствуется вот эта теплота. Да, молодец она. Хорошо, что я ее встретил. Такую искреннюю, добрую, открытую очень благодарю. Благодаря такой качественной лазерной работе, которая мне предоставила своим водительством Яна, вот я прям считаю, что лазерная, для меня это визуализируется как лазерный луч. Мое внимание было направлено туда, куда нужно. И при этом я расслабился, я стал легким. Мое восприятие в жизни стало легким, но с Яной я почувствовал то, что не чувствовал. Я, наконец-то, остановился. Вот остановка самого себя – это самый ценный опыт в жизни любого человека. Когда «Господи, что я такое?» Вот так вопрос на мне просто прозвучал, ну, вот буквально так. Я стал больше улыбаться. Я стал счастливым человеком. Я понял, что я живой, что я есть, я почувствовал это. Яна оказалась вот таким человеком, который на какую-то кнопочку мне указал, где есть я настоящий. Мне легко смотреть в глаза человека. Стало. Вот я не мог смотреть легко на людей, например. У меня было двойное дно, я чувствовал себя в напряжении, стеснялся чего-то. А сейчас я не стесняюсь. Легко взаимодействовать. Я стал легкий, легкий на подъем, потому что просто что-то вот расхлопнулось. Это во мне вот эта вся жизнь раскрылась. И я очень рад, что встретился с Яной. Очень интересный, глубокий опыт. Я проживаю именно с ней. Я тут однозначно могу сказать, что, ну, понятно, что были другие практики, и буддийские, и индийские, и такие щеки всякие разные. Ум был невероятно судорожный. Вот просто судорожный. Я плакал. И я так страдал, что все, я не могу жить. Это так тяжело. За что мне все это? У меня слов не хватает, чтобы описать тот ужас, который ум на меня нагонял. Я реально был как загнанная лошадь. То есть очень-очень тяжело было находиться в уме. Планы бесконечные, какие-то страдания, переживания. Это бесконечный загон. Это горе от ума. Для меня это развернулось с Яной. Она мне помогла увидеть, отделить себя от ума и стать легким. Вот что она сделала. Вот за это ей низкий поклон. Яна, дорогой, близкий человек. Я очень благодарю тебя за то, что ты есть. Ты мне помогла знать себя глубже, понять себя, вообще ощутить себя, как самого себя, успокоиться, перестать гнаться за чем-то ненастоящим. Мне очень приятно и ценно с вами общение. Если будет возможность, я бы, конечно, продолжил. Вы делаете очень большую работу. Это нужно донести до большого количества людей. Сердце всегда с вами. Большое вам спасибо за ваш труд. Я вас очень люблю. Благодарю вас за то, что вы помогли мне почувствовать свою настоящесть. Спасибо вам большое.